Здравствуйте! Это программа «По существу» в студии Татьяны Трофимова. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министр финансов Чувашской Республики Светлана Янилина. Здравствуйте, Светлана Александровна! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Светлана Александровна, проект бюджета Республики на ближайшие три года уже сверстан. Проект прошел рассмотрение в Кабинете Министров Чувашии и готовится к утверждению госсоветом. В чем его особенности? Есть ли принципиальные отличия от предыдущих бюджетов или действующего? Да, действительно, совершенно правильно. У нас уже бюджет сверстан, представлен на Государственный совет. Сегодня идет обсуждение. Как раз буквально на днях прошло у нас вчера публичное обсуждение бюджета. Каждый год, наверное, когда мы сверстаем бюджет, всегда закладывается что-то новое. Понятно, есть постулаты, которые всегда сохраняются. Это его консолидированность, это его сбалансированность, его мобильность. Но особенности текущего года, наверное, это самое основное. Все субсидии муниципальным образованием, они распределены законом. Это дает возможность своевременно сформировать бюджеты муниципальных образований в полном объеме, предусматривать ресурсы, которые планируются по участию республиканского бюджета. Ну, соответственно, проводить своевременно конкурсную процедуру, в последующем качественно и эффективно исполнять бюджет. Но есть, конечно, ряд таких моментов специфических, так скажем, где мы конкретизируем расходы нашего бюджета. Новые расходные обязательства у нас появились. Соответственно, одна из тем новых расходных обязательств, вчера я тоже на этом акцентировала внимание, это мы уже со следующего года будем предоставлять межбюджетные трансферты на проектирование, проектирование для того, чтобы обеспечить подготовку качественных проектов для участия в федеральных программах, в федеральных национальных проектах, в частности, по устойчивому развитию сельских территорий. Ну, есть, конечно, ряд и других новых направлений, о котором мы уже говорили. Это тот же 118-й указ главы Чувашской республики, в соответствии с которым мы более 3 миллиардов рублей будем направлять на социальную сферу. Это и образование, это и здравоохранение, и культура, и спорт. На какие направления предусматривает бюджет, получается, вот который вы сейчас рассматриваете, больше обливаний бюджетных средств? Ну, мы, конечно, традиционно всегда говорим, основная у нас расходная статья бюджета – это на образование. Но здесь на образование, если мы говорим, на следующий год предусмотрено у нас более 16 миллиардов рублей. Но здесь нужно учитывать момент, что у нас на здравоохранение не меньший объем средств уходит. Но здесь есть специфический механизм финансирования отрасли здравоохранения. У нас идет одноканальное финансирование через фонд обязательного медицинского страхования. Но мы еще дополнительно из регионального бюджета финансируем здравоохранение. Если у нас в бюджете предусмотрено 4 миллиарда рублей, ну а с учетом уже средств территориального фонда, это ресурсы достигают 31 миллиарда рублей. Ну, соответственно, если 16 мы про образовательные говорим, 21 в целом у нас есть здравоохранение. Ну, существенные ресурсы, конечно, у нас идут и по социальной политике. Здесь предусматривается по этому разделу, это основные выплаты нашим гражданам. И общие расходы по социальной политике у нас достигают 14 миллиардов рублей. Вот, наверное, эти основные направления по объемам, по расходам. Ну, здесь, конечно, нужно учитывать, что у нас и на реальной секторе экономики мы ежегодно увеличиваем ресурсы. Также предусмотрели новые расходные обязательства в этом направлении, новый вид расходов. Это по сельскому хозяйству. Акцентировать будем внимание или помогать будем тем сельхозтоваропроизводителям, которые активно внедряют инновационные технологии, которые устроят, реализуют инвестиционные проекты. Ну, соответственно, на это предусмотрено 100 миллионов рублей. При необходимости также эти ресурсы будут увеличены, которые будут помогать или компенсировать затраты сельхозтоваропроизводителей на инвестиционного характера, на капитальное строительство. По проекту закона о республиканском бюджете на следующую трехлетку состоялись публичные слушания. Выступлений депутатов и общественности было традиционно много. Среди них звучали и положительные отзывы, и отрицательные мнения, как обычно. Нужна ли вообще такая народная дискуссия и какой эффект от этого? Нужна, обязательно нужна. Мы из угода в угод все больше говорим о том, что нужно население вовлекать в бюджетный процесс. Для этого уже не первый год мы даже реализуем такой проект, как инициативное бюджетирование. Действительно, он получил сегодня достаточно серьезный, положительный отклик от наших граждан. И все, в общем-то, и муниципалитеты очень довольны реализацией данного проекта. У нас достаточно серьезными темпами растут и объемы финансирования по этому проекту, и количество реализованных проектов. И, соответственно, это говорит о том, что у нас население вовлекается в процесс, в бюджетный процесс. И, соответственно, мы, в общем-то, хотим еще больше вовлекать их. Понятно, что ряд многих других направлений, которые у нас имеются, это и современная городская среда, они тоже на это направлены. И, соответственно, мы больше стараемся вовлекать еще граждан в обсуждение бюджета. Для этого даже мы создали уже не первый год у нас есть портал «Бюджет для граждан». И, соответственно, где они в реальном режиме времени могут отслеживать, видеть исполнение бюджета и по доходам, и по расходам. Соответственно, проводим и конкурсы среди населения. В основном, конечно, у нас участвует молодежь, это формирование бюджета для граждан. И вот одна из тем вовлечения населения в бюджетный процесс – это публичное его обсуждение. Где все-таки более активная часть населения, и они собираются, и они письменно имеют возможность предоставлять нам свои предложения. Они выступают, высказывают свои видения, как вообще нужно совершенствовать бюджет, и какие они хотели бы видеть там расходы, и, соответственно, вообще, каким они хотели бы видеть бюджет. То есть вы получаете таким образом обратную связь, да? Да, и однозначно, вот эти обсуждения, они действительно позволяют понимать, даже, понимать даже, наверное, сколько понимает наше население, граждане, процесс формирования бюджета. На что распределяют? На что распределяют деньги. Вообще, само бюджетное законодательство есть, очень строгие бюджетные правила есть. Как можно использовать, как можно, вот, в общем-то, можно ли на те или другие направления расходовать бюджетные ресурсы. И все-таки же это общественные финансы, и поэтому здесь очень четкие и строгие понимания нужны, контроль нужна за исполнением бюджета. Да, наверное, публичное слушание – это как раз один из вариантов, что мы видим, что бюджет Чуваши открытый, он прозрачен, можно сказать, как на ладони. Вот и по мнению научно-исследовательского финансового института Минфина России, наша республика находится в лидерах среди регионов страны по уровню открытости бюджетных данных. По каким критериям оценивают вот эту работу? Да, буквально на днях сегодня научно-исследовательский финансовый институт разместил этот рейтинг. По данному, данный рейтинг проведен по трем основным направлениям. Это первоначальный бюджет, годовая отчет об исполнении бюджета и открытость деятельности государственных учреждений. По этим трем направлениям Чувашская республика набрала 52 балла из 53 максимально возможных. Соответственно, мы лидируем и в Привожском федеральном округе, лидируем и по стране. Аналогичный набор, так скажем, или объем этих баллов набрал, кроме нас еще, только Нижегородскую область. То есть, в общем-то, мы действительно работаем над тем, чтобы она была более прозрачной, более доступной. И, соответственно, сегодня НИФИ отмечает ряд интересных проектов, которые могли бы тиражироваться на все территории Российской Федерации. Одна из тем, конечно, наше взаимодействие с средствами массовой информации, конкретно с вами, которая тоже позволяет донести нам информацию о бюджете до нашего населения. Это получило свой отклик. Да, да. Спасибо, Светлана Александровна. Я вам напомню, у нас в гостях сегодня была заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики, министр финансов Чувашской республики Светлана Енинина. До новых встреч. ЗВОНОК В ДВЕРЬ